Всем нихао, вы на канале Русский Китаец Компания Zikr Вы все прекрасно все о ней знаете О ее 009, 007 О Zikr X Ну и конечно же о 001 И ни для кого не секрет Что Zikr 001 Недавно выпустили обновленную Супер крутую версию FR Но сегодня речь пойдет не о ней Потому что уже очень много обзоров Про эту машину Сегодня речь пойдет про абсолютно Новый Zikr 001 Рестайлинг 24 года И по моему мнению эта машина стала Народной версией Zikr 001 FR Итак, поехали Теперь вы можете просто взять и забыть Про Zikr 001 Которую вы раньше знали И вот он Новый Оу-Нью 001 Рестайлинг 24 года Старый Zikr больше не выпускается Теперь только этот Вы скажете внешне Эта машина никак не изменилась Ну и поэтому Давайте пробежимся По его отличиям Начнем с того Что Zikr 001 24 года Получил на крыше Вот такой вот лидар Который мы раньше Не наблюдали Этот лидар говорит о том Что машина получила Самый крутой уровень Автопилота И возможно В скором эта машина Сама сможет ездить По дорогам Второе отличие Которое сразу же бросается В глаза Это передний бампер Он выполнен Именно так же Как и на 001 FR Очень крутые Воздухосборники Как здесь Так и здесь Здесь у нас Комплектация U Поэтому в дисках Нет никакого изменения Но В комплектациях Ниже Это в V И в Mi Диски выглядят Совсем по-другому И вот так вот Я вам напомню Что в прежней Комплектации 001 Сзади вот здесь Стоял небольшой Плавничок На котором Была именно Камера Для автопилота Для заднего вида И так далее Камеру Сейчас перенесли Вот сюда На такой вот Красивый спойлер Кстати Его тоже Чуть-чуть Поменяли Еще одно изменение На задней части Автомобиля Zikor получил Именно на бампере Бампер Также стал похож Как и передний На Zikor 001 FR Наш новый 001 Получил Чуть-чуть Меньшие размеры Чем его Предшественник Эта машина Стала короче на 7 мм И ниже На 15 мм И его размеры Длина 4977 Ширина 1999 И высота 1545 мм Кстати Еще одна Очень крутая Особенность Данного автомобиля За дополнительные Деньги Можно установить Сюда Фаркоп Который Способен Тянуть за собой Груз В 2 тонны И вот Еще одна Особенность Этого автомобиля Здесь То есть Раньше Мы наблюдали На 001 Два бака Вот таких Под зарядку Теперь Китайцы Все вставили Под одну Крышечку Что для меня Является Более Каким-то Комфортным Более Лучшим Вариантом Размещение Этих портов Ну и Как и было Раньше В Ziker 001 В комплектации Здесь Конечно же Установлена Пневмоподвеска Но она Уже не та Что была Нам привычная Здесь Двойная Пневма Которая Работает В паре С лидаром То есть Лидар Считывает Обстановку На дороге Считывает Ямы И так далее И передает Эту информацию На пневмоподвеску Которая В свою очередь Отрабатывает Ее По полной На пятерочку По-моему Это очень Нужна была Нам Китайцы Сейчас Абсолютно Во все машины Встраивают Все лучше И лучший Искусственный Интеллект Спереди У нас Под капотом Абсолютно Все так же Возможно Какие-то Размеры Чуть-чуть Поменялись Но В принципе Одно и то же Мы все Прекрасно Помним Что раньше У Ziker 001 Были Несколько Комплектаций 2WD И 4WD 2WD Было у нас На 200 кВт 4WD На 400 кВт Все До свидания Сказал Ziker Медленным Машинам Хотя раньше Эта тачка Разгонялась За 3,8 секунды До 100 Для китайцев Это уже Не есть Быстро Они шагают Вперед Поэтому В новом 001 Начинку Поменяли От А до Я Здесь Теперь у нас На заднем Приводе 310 кВт А это у нас 420 лошадиных сил Если вам мало Этого То есть Версия Ю 4WD В которой Дополнительный Передний Мотор На 270 КВт То есть В общей Сложности Новый Ziker Получил 788 Лошадиных сил Разгон До сотни 3,3 Секунды Ребят Эти показатели Приравниваются Если сравнивать Эту машину С ДВС То Ее можно сравнить С двигателем В12 На секундочку Это Феррари И Какие-то Другие Крутые Спорткары Поэтому Именно По этой Причине По его Начинке Я еще раз Говорю Что Ziker 001 В Новый 24 Года Является Народной Версией Ziker FR Еще Одна Очень Крутая Функция У нового Ziker Это Помощь В зарядке Другого Автомобиля То есть Берем Вот такой Переходничок Подключаем К другой Машине И на Трассе Вы можете Какому-нибудь Бедолаге Помочь Подкрепиться Ребят Мощность Зарядки Составляет 60 Киловатт Батарею Машина Получила Емкостью От 95 До 100 Киловатт Часов Поэтому На одной Зарядке Теперь Наш Ziker Проезжает От 675 Километров До 750 Из-за Того Что Двигатель Является Ну прям Чересчур Спортивным Здесь у нас Установлено Большое количество Электромагнитов У которых Есть Один Небольшой Минус Минус Заключается В том Что при Сбрасывании Ноги Из педали Газа Происходит Очень Сильное Сопротивление То есть Машина Не идет Своим Ходом А Начинает Тормозить Ну и Так же Вся Система Батареи Адаптирована Под 800 Вольт Что Способствует Снижению Потребления Электроэнергии Ну и Давайте Перейдем И посмотрим Что же Нового Компания Джили Конкретно Зикар Сделали В салоне Двери У нас Открывается Так же Как и раньше С кнопочки Полностью Сами Конечно же Имеется Автодоводчики На максимальной Комплектации Стекло У нас Идет Толстое Одинарное Дорогие друзья Буквально На одну секунду Отвлеку Ваше внимание Потому что Мы недавно Начали заниматься Спецтехникой А конкретно Грузовыми Полуприцепами И сейчас Есть 24 Наименования Которые Мы можем Поставить В Россию Куда входят Вот такие Вот такие 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 Полуприцепы Без проблем Со всеми документами Как ОТТС И другими Мы официально Поставим В Россию В кратчайшие Сроки Потому что Не нужно Эту технику Вести через Кыргызстан И какие-то Другие страны Лизинг Кредиты И так далее Все приветствуется Поэтому Сейчас Под этим видео Переходи По ссылке В телеграм Пиши Моим менеджерам Которые тебя Проконсультируют От А до Я Садимся В салон Нажимаем На педаль Тормоза Двери Закрываются Как и раньше Ребят Вы просто Посмотрите Что здесь Поменяли Все Выглядит Намного Дороже Кто говорил Кстати Что В Zikr Не хватает Роскоши Вот вам Вот Смотрите Что сразу Бросается В глаза Так это Новый Трехспицевый Руль Который Сделан Совсем По другому Очень Крутые Кнопки Получил Наш Новый Руль Мне нравится Его стиль В дополнение Ко всему этому Идут Вот эти Две Маленькие Алюминиевые Вставочки Салон По материалам Абсолютно Полностью Практически Лишился Пластика Все материалы Стали Мягкими Очень Все круто Сделано Везде Кожа Зам Минимум Пластика Реально Минимум Крыша А так же Как и было Раньше На Алькантаре Посередине Туннель Получил Также Большие Изменения Здесь У нас Вот такая Стала Беспроводная Зарядочка Селектор Переключения Передач Вот такой Вот Интересный Вот так Двигается Справа Управление Музыкой В принципе Колесико Очень схоже С тем Что было Ну и Два Подстаканника Подстаканники На мой взгляд Очень узкие То есть Бутылка По-моему От колы Не влезет Посередине Наш туннель Получил Такую Вот панель Сенсорную С обратным Откликом То есть Обдув Подогрев Лобового Заднего Стекла Аварийка 360 И вот Кнопочка Для открытия Бардачка Бардачок У нас тоже Выполнен Из мягких Материалов То есть Ничего Брянчать Не будет С кнопки Он к сожалению Не закрывается Нужно Делать Такое Движение Вот здесь Я тоже Заметил Изменения То есть Открытие Закрытие Окон Вот эта Панелька Очень схожа Именно С той Что устанавливает В машинах Нио Вы наверное Уже Встречали В других Обзорах Ребят Посмотрите Какой 001 Получил Крутой Дисплей Кстати Он такой же С вайпом Четырьмя пальцами Мы можем Его Передвинуть Как и На пассажира Так и Обратно Очень крутая Система По ее скорости Тут ничего Говорить не нужно Вы сами Понимаете Что здесь Все очень круто Все работает Ну прям Как надо Просто посмотрите На эту Картинку Все выполнено Именно В 2К Очень Очень Насыщенная Цветовая Гамма А также Очень большой Проекционный Экранно-лобовое Стекло В 35 дюймов На котором Проецируется Абсолютно Вся Нужная Информация Для Удобного Вождения Ребят Я знаю Что Многие Из владельцев Zikr Говорили Недостаточно Им Крутая Аудиосистема Недостаточно Хороший Звук Недостаточно Громко И так далее Поэтому Именно Сейчас Для Тех Кто Был Недоволен Новая Информация Ребят Zikr 001 24 года Рестайлинга Вставили 28 колонок Которые На минуточку Имеются Абсолютно В каждом Сидении Как и сзади Так и Спереди По две Штуки Поэтому Теперь Со звуком Здесь нет Никаких проблем Потому что За нее Также Отвечает Система Yamaha Посередине У нас Также Есть Вот такой Бардачок В котором Есть Прикуриватель Два Разъема Под ТПС Зарядку Одна Скоростная Вторая Чуть Медленнее Достаточно Глубокий Сюда Не знаю Должна Влезть Поллитровая Бутылка Воды Ребят Еще Очень Одна Крутая Функция 5D Которая Тебя При просмотре Фильма При прослушивании Музыки Как будто Вкидывает В этот Сюжет И Реально Находишься Как будто В каком-то Топовом Кинотеатре Почему Так Сейчас Посмотрим Знаете Вот эти Моменты Когда Бууу В фильме Да Вот эти Взрывы Еще Что-то Интересное Вот сейчас Будет Я уже Посмотрел Раз Два Три Начинает Дуть Кондиционер Начинает Вибрировать Сидение Оно Еще Короче Двигается В различные Моменты Фильма Конкретно Не знаю На всех Фильмах Это работает Или нет Но конкретно Мы сейчас Смотрим Кинг-Конг Очень Крутая Функция Себя Прямо Погружает Именно В реальность Этого Фильма Очень Здорово Еще Такого На машинах Я не Видел Ребят Вот этот Звук Из 28 Колонок Который Идет Где-то Снизу Сидение Отсюда Плюс Дополненная Реальность В 5D Просто Меня Настолько Завораживает У меня Прямо Мурашки Идут По телу От этих Всех Ощущений Реально Очень Круто Вот здесь Zikar 001 Меня Очень Сильно Удивил Ребят Вот такая Вот у нас Система управления Сидениями Первая Ссылка Это у нас Идет Подогрев И обдув Вторая Массаж Ну и третья Это сила Массажа Также сила Вот этого 5D Эффекта Ребят Машина Еще получила Очень интересную Функцию Это режим Отдыха То есть Нажимаем Включаем Для себя И для Пассажира Смотрите Что происходит Окно Закрывается Меня Вот так Вот Раскидывает Здесь Можно установить Еще какое-то Время Чтобы Тебя Пробудило И Включился Массаж Очень Такой Спокойный Массаж То есть Не знаю Где вы На ней Будете Отдыхать Не знаю Когда Эта Функция Пригодится Но в принципе Если Вот так С женой Приехал В магазин Пока Она ходит По магазинам Ты включил Какой-то Фильм И вот так Вот сидишь Кайфуешь Блин Очень круто Очень много Различных Модов Сюда Поставляли То есть Вот сейчас Можно Опустить Подвеску Сейчас У нас Подвеска Самая Высокая Давайте сделаем Самую Низкую Вот так Она опускается Я сижу В машине Тоже ощущаю Вот этот Небольшой Спуск Также имеется У нас режим Домашнего Питомца Если мы Оставляем Питомца Пока Выходим Магазин Выставляется Автоматически Вот такая Температура 26 градусов И уже Написано Три минуты Как питомец Сидит В машине Питомца В машине Нет Походу Речь идет Про меня Ребят Здесь у нас Обычная Панорамная Крыша Но За дополнительную Плату Можно будет Установить Газовую крышу Которая Как-то Разно Тут Затемняется Я видел Уже Несколько Видео Почему 27 числа 27 февраля Потому что Машина На данный момент Еще Не продается 27 числа Будут на нее Цены И все Другие Характеристики Ну давайте Садимся На задний Ряд сидений Очень комфортно Большой угол Вот такой Большой Подлокотник Большой Мощный Подлокотник Подстаканники У нас Вот здесь Хлюпкие Ну в принципе Пойдет Ребят Очень красиво Все выглядит Мне все Очень нравится Сзади Наш 001 Получил Вот такой Вот дисплей Обычно На нем Отображается Время Дата И так далее Свайпом Вверх Переключаем Его на Мультимедиум Можно полностью Управлять Мультимедией Переключать Песни Управление Подсветкой Салона Очень круто Вот так Вот ее Выбираем Сейчас вы Видите Как это все Красиво Меняется Очень Красивая Подсветка Которая Радует Сильно Глаз Управление Кондиционером Управление Сидениями Сидениями Именно здесь Идет Подогрев Заднего ряда А также Сила Вот этих 5D Ощущений Вибраций То есть При просмотре Фирма Фильма Сзади Тоже Тоже Имеется Вот эти Функции Ну и Также Управление Передним Сидением То есть Вот так Вперед Хоп И отодвинулся Вот у шпана Вперед Ребят Я все Думал Как же Задняя сидушка Двигается По наклону Вот она Вот она Кнопочка Которая Помогает Нам Вот сейчас Самое Перпендикулярное Такое Положение Вот И Откидываем Назад Здесь В общем На градусов 10 Меняется Наклон Ноги Завадят Под сидушку То есть Удобно Не в таком Положении А более Менее В лежачем Давайте Перейдем К багажнику Открываются У нас Кнопочки Достаточно Быстро То есть Не Медленно Большой У нас Багажник Такой же Как и был У предыдущей Версии Здесь у нас Появилась Зарядка В 220 Вольт Можно Раскинуть Сидение А так же Идет Управление Пневмой Закрывается Так же С кнопочки Ну и давайте Проверим Если ребенок Сюда попадет Ребенку Руку оторвет Ребят Вот такой вот Обзор Получился На наш новый Зикер 001 Такую машину Мы так же Можем привезти В Россию Ребят Но теперь Больше Никак не через Киргизию Не через Другие страны А теперь Только К сожалению Напрямую В Россию Поэтому Цена Максимальной Комплектации 001 UZ Sport Нового Зикер В Россию Будет Вот такая Охренеть Да Ребят Вот такие Теперь у нас Реальности Все машины С 1 Апреля Вырастут Примерно На 25% Неважно Это бывушка Новая Абсолютно Все задерут Цены Если сейчас Допустим Зикер У дилеров Там где-то Стоит Под 7 Миллионов Ждите Он будет Стоить Под десятку Поэтому Какие машины Сейчас актуально Покупать Как их Возить В Россию И абсолютно Все другие Вопросы Мы раскроем В следующем Видео Не забывайте Подписаться Поставить Лайк Колокольчик Чтобы не пропустить Следующее видео Ну и До скорых встреч Берегите себя Пока